Друзья, всех приветствую! В данном видеоуроке я покажу, как работать с событиями. У меня верстка вся та же, что была в предыдущих видеоуроках. И я здесь единственное добавил вот такую вот кнопку Action BTN. Давайте мы ее стилизуем. Для начала мы ее получаем. Я ее здесь уже получил. И что мы можем с ней сделать? Для того, чтобы задать какое-то событие на клик, допустим, мы вызываем метод, который называется AddEventListener. Он принимает два аргумента. Первый – это клик. А второй – это функция обработчик. То есть то, что будет у нас выполняться. Мы ее можем описать. Функция у нас будет называться Hide. Давайте напишу Function. HideElement. Elements, допустим, даже пусть будет Elements. И давайте мы с ней поработаем. Что мы сюда зададим? Допустим, мы захотим сделать самое простое. Сюда я, кстати, аргументом передам. И давайте поработаем с вот этим вот панда. Первый элемент. Если вы помните, вот это вот наша иконочка. Картинка. Итак, я указываю Panda. Затем Display. Точнее, Stylus. Style. Display. И указываю, что будет у меня значение None. То есть мы при клике будем вызывать эту функцию. Она будет нам скрывать нашу картинку. Давайте проверим, как это работает. Вот она у меня скрывается. Все окей. Давайте еще кое-что посмотрим, проверим. Смотрите, я здесь могу взять вот таким вот образом вывести значение и показать, что это Target. Если мы вот сюда передаем Event, то автоматически браузер нам генерирует, так сказать, определенные данные, с которыми мы можем работать. Обычно мы работаем с Target. Давайте я здесь задам переменную Target. И мы ее получим. Event.Target. Смотрите. Таргетируемое значение является нашим самим элементом. Также мы можем вывести такую переменную, как Type. Давайте я укажу Type. Это тип события. Давайте выведем одно и второе. Посмотрим. Одно и второе. И посмотрим, что мы получим. Смотрите, если я буду кликать на данную кнопку, у меня она постоянно будет отрабатывать. У нас появляется куча элементов. Но при этом у нас уже наш функционал кнопки завершил свою работу, и нам нужно его прекратить. Давайте что-то с этим сделаем. Что мы можем сделать? Мы должны прекратить работу нашего обработчика. Вот этого. AddEventListener. Для этого мы просто берем AddEventListener. Вот это вот туда. Меняем на RemoveEventListener. И смотрите. Я нажимаю. И второй раз у меня уже ничего не происходит. То есть, один раз отработало, и отлично. Дальше. Нам надо как-то вернуть нашу панду. Для этого я беру и делаю то же самое. То есть, возвращаю наш AddEventListener. То есть, мы присваиваем уже в последующем при работе с элементом вот таким вот образом в конце нашей функции новый обработчик. И допустим, новое значение ему задаем. Допустим, это будет ShowElement. ShowElements, да? Итак. Описываю функцию. Function. ShowElements. И давайте посмотрим. Для этого, чтобы показать вновь элемент, мы просто меняем свойства. То есть, сно на блокно. И вот мы получаем наш элемент. Смотрите. Я сейчас нажму изменить. И у нас, если заметите, при повторном нажатии, наша панда уже не хочет исчезать. То есть, здесь нужно сделать идентичные операции для того, чтобы мы могли непрерывно вот это вот событие производить. То есть, переключаться с одного на другое. Мы берем, просто это можем все скопировать. Мы работали с событием вот этим вот так, когда эта функция закончила нашу отработку. Поэтому мы его снимаем. И запускаем событие, которое называется HeightElements. Давайте посмотрим, что мы получим. Смотрите, я нажимаю изменить. Раз, 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 раз. На. У меня все нормально отрабатывают. То есть, мы здесь прекратили событие, запустили новое. И здесь то же самое. Прекратили и запустили наше старое событие. Вот так вот это все работает. Ребят, мы также можем здесь сделать более что-то масштабное. Допустим, я могу взять элемент Car, с ним поработать. Что мы для этого можем сделать? Если вы помните, мы у QuarrySelectorAll можем вызывать метод, который называется ForEach. И сюда передать значение Car. Давайте с ним поработаем. Мы берем Car. Присываем какой-то стиль. Пусть это будет не Display, а допустим Background Color. И зададим какой-то бэкграунд. Бэкграунд FFF678. И смотрите, я нажимаю. Так, что-то неправильно отработало. Неправильно. Почему? Потому что я должен выбрать элемент тут. И что еще? Все вроде. Да, все. Вот. То есть мы сразу можем стилизовать несколько элементов. Что-то делать, да, убирать или оставлять там только единоразовые. Это какие-то там значения. Можем, допустим, перенести это сюда. И поменять на какой-то другой цвет. Допустим, это будет FFF. Какой можно цвет задать? Давайте посмотрим. Вот такого вот формата. То есть у нас Panda меняется. Меняется бэкграунд. В принципе, вот так вот все работает. То есть стилизацию задавать несложно. Работать с элементами немножко сложнее. То есть нужно читать о каких-то методах, которые есть. Если мы хотим что-то куда-то перемещать. Ребят, на этом все. Думаю, вам понравилось данное видео. Всем спасибо за просмотр. И не забывайте подписаться на мой канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.